всем привет в сегодняшнем видеоролике я вам покажу некоторые из своих автомобилей от производителя burago в масштабе 1 к 18 и на каждую из этих моделей я уже делал детальные видео обзоры поэтому особо заострять внимание на масштабных копиях мы не будем кому интересно можете поискать старые видеоролики если у вас будет интерес к продолжению подобной рубрики то оставьте ваш комментарий поддержите видеоролик лайком и я вам покажу другие автомобили в 18 масштабе которые до этого еще не демонстрировал на этом канале и если посмотреть на мою коллекцию то преимущественно я собираю автомобили в 43 масштабе а остальные машины это больше некое исключение из правил есть в коллекции и строительная техника в масштабе 1 к 50 также недавно начал собирать американские седельные тягачи от neoskill models в масштабе 1 к 64 есть и более крупные автомобили в 24-18 масштабе есть пару моделей в масштабе 1 к 8 правда еще не придумал как их показать в видео обзоре и эти машины я в основном коллекционирую когда мне очень нравятся сами прототипы в плане дизайна возможно у машины интересные технические решения возможно хочется такую модель но она не продублирована в 43 масштабе хотя преимущественно когда я покупаю крупную модель то всегда стараюсь взять ей в пару автомобиль в классическом 43 масштабе и начнем мы с обзора ягуар и эта масштабная копия довольно старая уже снятая с производства но тем не менее она выполнена даже по современным меркам на вполне достойном уровне и конечно бурагу уже утратил свой шарм первые модели изготавливались в италии сейчас это все китай и подобные автомобили переиздаются и по сегодняшний день и они стоят относительно недорого по сравнению с другими машинами в 18 масштабе например такие автомобили вы можете найти в продаже за 25-30 евро в то время когда какой-нибудь аналог из полимера будет продаваться за 100-150 и у этого автомобиля металлический корпус и пластиковые крылья и можно открыть капот посмотреть как сделан двигатель и большая часть пластиковых деталей окрашена в массе но тем не менее они выглядят вполне нормально и еще одно техническое решение раньше модели окрашивались в сборе и из-за этого виднеются не прокрасы а сейчас премиальные бренды стараются окрашивать каждую деталь по отдельности и уже потом собирают все в единое целое также у этого автомобиля при повороте передних колес вращается рулевое колесо откидываются сиденья и эта модель собрана без клея все на защелках и на винтиках поэтому без проблем вы можете ее разобрать доработать и заново собрать и у этого автомобиля не открываются дверцы но я думаю это сделано потому что все равно отсутствует верх все и так видно а дверцы бы усложнили конструкцию и из-за того что они открываются против движения тут бы были очень некрасивые крепежные элементы так что в этом случае я думаю это простительно и у этого автомобильчика прекрасно проработана нижняя часть хорошо смотрится двигатель также подвеска можно посмотреть как реализован поворотный механизм выхлопная труба редуктор и так далее указан масштаб прототип год выпуска настоящего автомобиля 37 написано что автомобиль изготовлен в италии и производитель бураво и следующий автомобильчик это еще одна спортивная машина бугатти в классическом синем цвете и эту модель я тоже покупал где-то в середине 90-х годов и бугатти у бурагу предлагался в разных вариантах окраски я в продаже видел белую желтую машину также были варианты без установленных крыльев и были машины с наклейками с порядковым номером но эти автомобили мне визуально не очень нравились поэтому взял чистый вариант и в 43 масштабе такой автомобиль у меня по-моему от broom итальянский бренд и на начало 90-х годов у них был огромный ассортимент спортивных и обычных автомобилей сейчас у broom не так много новинок но тем не менее эти модели все еще встречаются в открытой продаже тоже можно снять ремешок посмотреть как сделан моторный отсек огромный двигатель покажу вам с другой стороны и здесь уже меньше не прокрасов но они тоже видны и думал подкрасить изнутри капот но в итоге решил оставить модель в первозданном виде тоже при повороте передних колес двигается рулевое колесо присутствуют горловины топливного бака хромированная выхлопная труба еще один момент который мне всегда нравился у этих автомобильчиков вы можете демонтировать колесики они на специальных защелках вот таких и вы можете снять колесо тоже хорошая детализация покрышки производитель резины continental хороший протектор и вот уже на конец 80-х годов некоторые производители умели делать качественную резину некоторые даже премиальные бренды на сегодняшний день делают очень примитивные покрышки и вот так выглядит нижняя часть тоже написан производитель модель сделана в италии bugatti тип 59 год выпуска прототипа 34 и у меня не все модели отмыты долгое время эти машины у меня стояли на открытой полке под палящим солнцем поэтому большинство машин покрылось пылью и вот например данный ferrari я уже немножко почистил прошелся полиролью и вернул автомобилю прежний лоск открываются дверцы тоже вращается рулевое колесо и кстати у этого автомобиля можно переключать передачи рычажок меняет свое положение возможно это просто совпадение возможно была такая задумка но тоже выглядит довольно необычно и интересно можно посмотреть как сделано подкапотное пространство часть двигателя из пластика красного цвета присутствует шильдик тестероса также значок ferrari регистрационные номерные знаки и у этого автомобиля открывается капот и виднеется запаска и кстати дворнички тоже можно двигать отлично проработаны колесные диски покрышки michelin и это не самая первая ferrari которая появилась у burago когда я делал видео обзор на этот автомобиль говорил есть мелкие визуальные отличия по которым можно определить дату выпуска определенного автомобиля указан прототип ferrari тестероса модель изготовлена в италии вот такая красавица и у меня в 43 масштабе такая ferrari есть от burago также есть модель от kiosho был вариант из журнальной серии была машина от detail cars также автомобиль от herpa и по-моему есть модель от look smart и вообще это ferrari обширно представлено в различных масштабах очень популярный автомобиль следующая машина это родстер dodge viper который копирует прототип 93 года машина в ярко-красном цвете ее пока что я не приводил в порядок поэтому краска немного потускнела тоже можно открыть капот посмотреть как проработан двигатель отлично смотрится подвеска тоже вращается рулевое колесо открываются дверки на сиденьях присутствуют ремни безопасности открывается крышка багажника правда в багажном отсеке ничего нет ни запаски ни какого-то инструмента и вот так выглядит нижняя часть тоже указан прототип модель изготовлена в италии масштаб 1 к 18 и вот так двигаются колесики тоже хорошие покрышки разноширокие и здесь шины michelin у меня два таких viper вторая машина окрашена в очень насыщенный темно-зеленый цвет и первый автомобиль я покупал в красном цвете а когда увидел зеленый вариант то тоже не устоял и решил взять его в свою коллекцию но прямо цвета особых отличий нету только салон из пластика другого цвета все узлы точно такие же и эта модель новее гнище точно такое же и третий dodge viper с закрытым типом кузова версия gts машина тоже в очень красивом темно-синем цвете с белыми полосками и такой viper у burago был в разных вариантах окраски желтый белый черный были варианты без белых полос но я считаю вот это самая классика синий автомобиль с белыми полосками как можно было видеть на старых рекламных плакатах и ремни безопасности уже красного цвета присутствует запаска трубы немножко другого дизайна другие колесные диски немножко отличается передний бампер естественно капот уже добавили воздуховоды а нижняя часть без особых изменений только присутствует перфорация на боковинах и выхлопные трубы идут не под пороги а под задний бампер вот такие вполне симпатичные модели которые я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика вы можете написать в комментариях собираете ли вы крупные автомобили от каких брендов и мне в группе вконтакте люди добавляли фотографии коллекции autoart у меня тоже есть несколько моделей в 18 масштабе от этого бренда но не так много потому что еще раз повторюсь это не основное направление в моей коллекции а вот эти модели от burago я покупал потому что на начало 90-х годов попросту их можно было приобрести практически в любом крупном супермаркете а сейчас уже с доступностью различных автомобилей в интернете не вижу смысла особо заострять на этих крупных машинах внимание если вам понравился данный видеоролик не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал если вы не сделали этого раньше на сегодня это все до новых встреч пока